Бензин Бензин По каким рецептам готовят бензин? И что такое топливный стандарт Евро-5? Бензин Бензин, стоимость которого сегодня в некоторых странах перевалила за полтора евро за литр, из-за которого выстраиваются очереди на автозаправках и происходят забастовки водителей, еще сто лет назад был никому не нужен. Пионерами российской нефтепереработки считаются крепостные костьяне, братья Василий, Герасим и Макар Дубинины. Свой завод они сконструировали в 1823 году в Моздоке. Прямо на середине холма была установлена печь со встроенным в нее железным кубом, от которой шла труба со змеевиком. Вся конструкция очень напоминала многократно увеличенный самогонный аппарат, на котором из нефти получали керосин и мазут. Вторую половину 19 века специалисты называют эпохой керосина. Лампы на этом топливе освещали целые города. А в домах на керосиновых примусах люди готовили себе еду. Тогда бензин еще оставался побочным продуктом. В небольших количествах его использовали как антисептическое средство для обработки ран. Но основная масса бензина представляла для народа большую угрозу. В России в начале 20 века было два главных бедствия. Первое, бензин было некуда девать, это приводило к пожарам на промыслах. А второе, некуда было взять навоз. Перевозки осуществлялись на лошадях, а лошади, они вырабатывали навоз. Видите, появился автомобиль, все решилось. Позиции нефтепереработки в конце 19 века пошатнуло изобретение Томаса Эдисона. Когда Эдисон разработал электрическую лампочку, то думали, что будет закат нефтяного века. Потому что электрическая лампочка очень быстро вытеснила керосин из городов. И чтобы промышленное значение нефти осталось, всего лишь надо было, чтобы было три выдающихся изобретения. Вот три выдающихся изобретения, они спасли нефть для промышленного пользования. Первое, это изобретение двигателя внутреннего сгорания. Второе, это изобретение дизельного двигателя. И третье, это форсунка Шухова. Изобретение инженера Владимира Шухова дало возможность использовать мазут как печное топливо. А другие открытия технической революции буквально за одно десятилетие вывели нефтепереработку на новый этап развития. Сегодня в России работают в сфере производительных заводов. Одного только бензина они производят около 40 миллионов тонн в год. А суммарно все предприятия страны ежегодно перерабатывают больше 250 миллионов тонн нефти. На заводы нефть поступает с месторождений. В основном углеводороды сегодня добывают в шести регионах страны. На Северном Кавказе, в Поволжье, в Республике Коми, в Западной и Восточной Сибири, а также на острове Сахалин. В зависимости от территории и месторождений, нефть отличается по своим качествам. Условно ее делят на тяжелую и легкую. Легкая нефть жидкая по консистенции. Она хорошо течет, обладает невысокой плотностью. Тяжелая нефть очень густая, похожа на смолу. Перерабатывать ее тяжелее и дороже, чем легкую. У нас есть сырье любого качества. И мы его должны на нефтеперерабатывающем заводе превратить в ценные продукты, соответствующие современным требованиям по экологическим и эксплуатационным характеристикам. И это очень сложная задача. Русский Север. Республика Коми. Здесь с 1973 года разрабатываются месторождения тяжелой нефти. Поднимаемое из недр земли черное золото в трубу отправляют не сразу. Сначала нефть нужно очистить от содержащихся в ней газа воды и солей. Затем в лаборатории проверить по регламенту и выписать паспорт качества. Только после этого нефть можно отправлять в магистральный нефтепровод, где она смешается в своеобразный коктейль с углеводородами других месторождений. Один из крупных потребителей такой нефтяной смеси – Рязанский нефтеперерабатывающий завод. Одно из крупнейших предприятий компании «Роснефть» в центральном регионе России. Когда мы развивали и строили завод, уже было понимание, что нефть будет и утяжеляться, и будет все больше и больше содержать серностных соединений. Мы заранее готовились к тому, что легких светлых нефтей у нас не будет. И процессы переработки подбирали таким образом, чтобы можно было перерабатывать с содержанием серы до 1,8, плотностью 870 килограмм на тонну. Большую часть территории завода занимают установки первичной переработки нефти. На Рязанском НПЗ их пять. И они выполняют чуть ли не главную функцию. Ведь без первичной переработки нефть невозможно превратить в топливо. Как известно, нефть является сложной смесью углеводородов. И вот, соответственно, установку первичной переработки нефти, мы эту сложную смесь углеводородов разделяем на отдельные фракции, являющиеся основой или сырьем для вторичных процессов переработки. Процесс, который происходит внутри огромных установок, можно показать в лаборатории на оборудовании меньших размеров. В колбу заливают нефть, плотно закрывают ее крышкой, а снизу подогревают. Углеводороды начинают испаряться, конденсироваться в трубке и в виде капель выпадать в мензурку. Прозрачный конденсат – это прямогонный бензин или нафта. Температура повышается, и на отметке 140 градусов из нефти выделяется керосин. А еще через несколько минут идет дизельная фракция. Она желтого цвета. Когда температура переваливает за 500 градусов, выделяется вакуумный газоиль. Темная, довольно плотная жидкость. В результате из одной нефти получается 5 продуктов. Бензин, керосин, дизель, вакуумный газоиль и гудрон. В среднем в нефти содержится порядка до 50% светлых углеводородов или светлых нефтепродуктов. И наша основная задача – максимальное количество этих светлых углеводородов из этой нефти отобрать. На текущий момент современные технологии нам позволяют это сделать до 100%. На гигантских заводских установках получают те же самые 5 наименований продукции, что и в лаборатории. Правда, пока это еще полуфабрикаты. Их нельзя использовать как топливо. Впереди их ждет улучшение и доработка на установках вторичных процессов. К сожалению, существующие технологии они пока не смогли продвинуться до такой степени, чтобы можно было условно с одной стороны взять нефть на технологическую установку, а с другой стороны получить уже готовый товарный продукт. Бензин, дизельное топливо, самолетное топливо. Поэтому процесс переработки, он как бы сложен из множества различных процессов, которые разрознены и территориально, и отличаются технологически. Самая короткая цепочка технологического процесса у дизельного топлива и керосина. И хотя одним заправляют тяжелую земную технику, а другим воздушную, методы обработки обоих топлив одинаковые. Но в стратегическом плане керосин – продукт более важный. Один из заводов, который своим авиационным топливом обеспечивает аэропорты в разных точках страны, находится в Красноярском крае, в городе Ачинске. Завод перерабатывает легкую сибирскую нефть. Чтобы приготовить авиационное топливо, керосиновую фракцию, которую получают после первичной перегонки, нужно очистить от серы, азота и кислорода. Для этого используют процесс гидроочистки. Называется он от латинского «гидро», то есть водород. При высоких температурах от углеводородов отщепляется сера, а ее место занимает водород. Установка гидроочистки работает автоматически, но за всеми процессами через компьютеры круглосуточно следят операторы. Нефть по своему составу очень сложна, поэтому при изменении качества сырья происходит изменение в технологическом режиме. И тут уже оператору приходится включаться, вносить корректировки, смотреть, принимать решения. За три часа на установке очищают партию керосина. Это больше сотни тонн. После этого топливо уже считается товарным. Уникальное расположение Ачинска в географическом центре России позволяет заводу отправлять свою продукцию практически в любую точку страны. Больше 12 тысяч авиарейсов ежегодно проходит через аэропорт Внуково. А по пассажиропотоку этот воздушный терминал занимает четвертое место в России. За 12 месяцев отсюда улетают и прилетают больше 700 тысяч пассажиров. Ежедневно Внуково потребляет 2000 тонн керосина. Столько необходимо для заправки около полусотни самолетов. Несмотря на то, что каждая партия топлива уже имеет паспорт качества от завода, аэропорт вновь проверяет керосин в собственной лаборатории. Ведь от топлива зависит безопасность пассажиров. Керосин исследуют на наличии воды и механических примесей. Проверяют при высоких и низких температурах. Один из главных параметров для этого топлива начало кристаллизации, то есть температура замерзания. Ведь на высоте 10 тысяч метров температура воздуха достигает минус 50 градусов по Цельсию. И если топливо начнет застывать, аварии не избежать. Дополнительно для снижения вероятности обмерзания вертолетных, самолетных фильтров топлива добавляется противоводокристаллизационная присадка. На сегодняшний день у нас идет топливо, температура начала кристаллизации минус 63, минус 60 градусов. Заправляют самолеты вот такие топливозаправщики. Обычно одной автоцистерны хватает, чтобы заправить 2-3 среднемагистральных самолета вроде Boeing 737 или Airbus 320. Они летают на средние расстояния, например, от Москвы до Новосибирска. Но бывают задачи и более сложные. Заправка настоящего гиганта. Boeing 747 готовится к трансатлантическому полету в США. На борту «Слоненка», как ласково называют самолет-авиаторы, может разместиться до 500 человек. Ему предстоит пролететь 7,5 тысяч километров за 10 часов без дозаправки. В зависимости от модификации направления, куда отправляться будет воздушное судно, по времени может это занимать от 40 минут до полутора часов. И топливо может брать от 80 тонн до практически 180 тонн. Это сегодня у авиации есть свой собственный вид топлива. А чуть больше полувека назад самолеты летали на обычном бензине. Точно таком же, каким заправляли автомобили. В начале 20-30-е годы первые самолеты использовали двигатели «Отта», которые заправлялись бензином. Ну, потребляемого бензина в самолетах было достаточно большим, потому что самолеты были поршневые, имели поршневые двигатели. Но по мере развития получилось так, что поршневые машины начали вытесняться турбореактивными реактивными и турбореактивными. Естественно, количество бензина, используемого в авиации, уменьшалось. Но при этом существенно рос автомобильный пар, который потреблял бензин. В результате развитие автомобилестроения привело к повышению требований к качеству бензина. Простое прямогонное топливо уже не годилось. Бензин необходимо было улучшать и дорабатывать. После первичной переработки нефти на заводе приступают к процессам вторичным. Из пяти фракций, полученных после перегонки нефти, две нафто и вакуумный газой станут компонентами товарного бензина. Главная задача повысить октановое число топлива, которое после первичной переработки не выше 65. Современные машины при этом требуют минимум 92. октановое число определяет детонационную стойкость топлива. Бензин попадает в двигатель, сгорает и за счет этого двигает поршень. Если октановое число высокое, то бензин в камере двигателя загорается в нужный момент и толкает поршень с нужной силой. Это высокая детонационная стойкость и для машины это хорошо. Но если октановое число низкое, то бензин может детонировать, то есть загораться раньше времени и толкать поршень слабее чем нужно. При этом будет сбиваться весь такт работы двигателя. Это низкая детонационная стойкость. Более просто процесс можно представить в виде ударов двух боксеров легковеса и тяжеловеса. Тяжеловес может свалить соперника с ног одним сокрушительным ударом. легковесу для такого же результата придется бить несколько раз. При этом если мы говорим о двигателе то детонация проявляется прежде всего тем что мы получаем меньше работы то есть меньше мощности а мощность это работа веденец времени с другой стороны ухудшается экономичность то есть топливо тратится не так как положено ну а третья сторона если долго двигатель будет работать в детонном режиме то тем сам сказать мы получим более высокую температуру деталей формирующих камеру сгорания высокая температура больше теплоты уйдет стенки и тем самым детали могут разрушиться повысить октановое число топлива помогает процесс реформинга реформинг от английского reform дословно менять форму в этой установке молекулы нафты из вытянутых вертикально превращаются в закругленные в результате октановое число бензина вырастает на порядок процесс протекает при высоких температурах от 490 до 510 градусов и давление до 25 килограмм получаемый реформат является очень качественным компонентом для приготовления автобензинов имеет октановое число 97-98 пунктов по средскому метру еще один важный для нефтепереработки процесс католический крекинг именно благодаря ему из тяжелой нефтяной фракции вакуумного газоиля можно получить компонент для приготовления автомобильного топлива суть процесса вновь отражается в названии английский глагол to crack означает ломать или расщеплять под воздействием температуры и катализатора происходит разложение тяжелых веществ на более легкие за счет высоких температур происходит излом длинной цепочки вакуумного газоиля c25 в короткие цепочки бензина c5 но прежде чем компоненты которые получились после вторичных процессов станут бензином им предстоит пройти еще один этап очистки необходимо это чтобы уменьшить количество серы в будущем топливе этого требуют экологические стандарты евро поэтому сегодня практически все вторичные процессы на НПЗ предваряет гидроочистка она позволяет избавить топливо от вредных примесей ведь стандарты евро это в первую очередь защита экологии а не улучшение показателей мощности или октанового числа под евро стандартами понимается степень воздействия того или иного топлива на окружающую среду в первую очередь это выбросы серы вот в стандартах топлива евро 4 содержание серы оно снижено по сравнению с евро 3 со 150 до 50 пропромилей в евро 5 этот показатель уже 10 пропромилей еще в 5 раз более жесткий серая она как таковая никуда не исчезает из двигателя она преобразуется в разные другие сернистые соединения и в итоге откладывается на воздухе на почве в растительности для приготовления бензина специалист использует целый ряд компонентов при этом конечный продукт должен отвечать всем требованиям регламента с помощью компьютерной программы технолог подбирает количество каждого компонента ну вот например евро 98 класс 5 мы уже меньше чем давайте считать бензин головка обязательно реформинг обязательно алкиллад обязательно высокооктановый компонент мтб обязательно и толуол обязательно это минимум 5 компонентов плюс еще присадки добавки но 95 тоже такое же количество компонентов 92 можно поменьше после приготовления бензина его отправляют в лабораторию для проверки качества первое и одно из главных испытаний проверка октанового числа для этого используют двигатель внутреннего сгорания к которому подключены различные датчики принцип исследования сравнить испытуемый образец с двумя эталонами октановое число которых уже известно при этом один эталон будет с большим октановым числом а второй с меньшим чем у проверяемого бензина по очереди каждый вид топлива заливают в установку заводят двигатель и по датчикам снимают показания работы мотора если уровень октанового числа находится в пределах 95.0 то в общем принимается два эталона топлива с октановым числом 94.96 то есть это два эталона топлива которые один из которых будет детонировать сильнее образца другой из которых будет детонировать слабее образца весь процесс занимает около часа но на сегодняшний день он считается самым точным проверить октановое число можно и на других более компактных и быстрых приборах но в случае возникновения спора или претензий к топливу именно моторная установка выступает в качестве арбитражного метода исследования после моторных испытаний топливо тестируют в лаборатории проверяют бензин по 18 пунктам если будет хоть одно отклонение от нормы партию топлива отправят на доработку хотя брак явление крайне редкое на заводе после сложной проверки топливо отправляют к потребителям например в Москву ежедневно уходит 10 тысяч тонн продукции НПЗ это 150 железнодорожных цистерн в цистернах одной АЗС хранится около 140 тонн различного топлива при обычном потоке клиентов этого хватает на 3 дня привезенный с завода бензин перед тем как сольют в резервуары еще раз проверят для того чтобы определить соответствует нефтепродукт документации проводится замер плотности и сравнение с плотностью которая указана в товар транспортный накладной потом нефтепродукт в цистерне проверяется на наличие воды и на наличие их примесей и на этом контроль топлива не заканчивается примерно раз в месяц на АЗС заезжает вот такой белый микроавтобус специалисты лаборатории отбирают на заправке пробы всех видов топлива в салоне находится передвижной исследовательский центр с новейшим оборудованием для бензина у нас определяются следующие показатели такие как плотность объемная доля эфира объемная доля бензола массовая доля кислорода объемная доля ароматических углеводородов объемная доля олефиновых углеводородов октановое число фракционный состав концентрация серы и соответственно определяемое содержание механических примесей и воды визуально в итоге получается что прежде чем попасть в бак автомобиля бензин проверяют минимум шесть раз это гарантия того что потребитель получит качественное топливо однако помимо вопросов качества для нефтяных компаний встает еще одна важная задача переход на последние экологические стандарты евро 5 произойдет это в начале 2016 года поэтому НПЗ крупных нефтяных компаний сегодня находятся на стадии глубокой модернизации мы стремительно приближаемся к тем нормам качества которые мир уже для себя установил сейчас есть большая уверенность что что касается качество бензина и дизельного топлива оно будет соответствовать мировому уровню внедрение передовых технологий для нефтепереработки задача стратегическая переоборудование идет по двум основным направлениям первое это строительство установок которые будут делать бензин более чистым и экологичным второе это переработка тяжелых нефтяных остатков то есть из дешевого мазута и нефтяных остатков будут получать ценные продукты бензин дизель автомасла нефтяной бокс серу уже сейчас заводы Роснефти производят различные виды бензинов и гистоплива соответствующих Евро-4 и Евро-5 задача полностью перейти на выпуск нефтепродуктов Евро-5 в зависимости от модификации направления куда отправляться будет воздушное судно по времени может это занимать от 40 минут до полутора часов и топливо может брать от 80 тонн до практически 180 тонн это сегодня у авиации есть свой собственный вид топлива а чуть больше полувека назад самолеты летали на обычном бензине точно таком же каким заправляли автомобили в начале 30-е 20-е 30-е годы первый самолет это использовали двигатели отта которые заправлялись бензином ну количество потребляемого бензина в самолетах был достаточно большим потому что самолеты были поршневые имели поршневые двигатели но по мере развития получилось так что поршневые машины начали вытесняться турбореактивными и турбореактивными естественно количество бензина используемого в авиации уменьшалось но при этом существенно рос автомобильный пар который потреблял бензин в результате развитие автомобилестроения привело к повышению требований к качеству бензина простое прямогонное топливо уже не годилось бензин необходимо было улучшать и дорабатывать после первичной переработки нефти на заводе приступают к процессам вторичным из пяти фракций полученных после перегонки нефти две нафто и вакуумный газой станут компонентами товарного бензина главная задача повысить октановое число топлива которое после первичной переработки не выше шестидесяти пяти современные машины при этом требуют минимум девяносто двух октановое число определяет детонационную стойкость топлива бензин попадает в двигатель сгорает и за счет этого двигает поршень если октановое число высокое то бензин в камере двигателя загорается в нужный момент и толкает поршень с нужной силой это высокая детонационная стойкость и для машины это хорошо но если октановое число низкое то бензин может детонировать то есть загораться раньше времени и толкать поршень слабее чем нужно при этом будет сбиваться весь такт работы двигателя это низкая детонационная стойкость более просто процесс можно представить в виде ударов двух боксеров легковеса и тяжеловеса тяжеловес может свалить соперника с ног одним сокрушительным ударом легковесу для такого же результата придется бить несколько раз при этом если мы говорим о двигателе то детонация проявляется прежде всего тем что мы получаем меньше работы то есть меньше мощности а мощность это работа ведется времени с другой стороны ухудшается экономичность то есть топливо тратится не так как положено ну а третья сторона если долго двигатель будет работать в детонном режиме то тем самым мы получим более высокую температуру деталей формирующих камеру сгорания высокая температура больше теплоты уйдет с стенки и тем самым детали могут разрушиться повысить октановое число топлива помогает процесс реформинга реформинг от английского reform дословно менять форму в этой установке молекулы нафты из вытянутых вертикально превращаются в закругленные в результате октановое число бензина вырастает на порядок процесс протекает при высоких температурах от 490 до 510 градусов и давление до 25 килограмм получаемый реформат является очень качественным компонентом для приготовления автобензинов имеет октановое число 97-98 пунктов по исследованию метров еще один важный для нефтепереработки процесс католический крекинг именно благодаря ему из тяжелой нефтяной фракции вакуумного газоиля можно получить компонент для приготовления автомобильного топлива суть процесса вновь отражается в названии английский глагол to crack означает ломать или расщеплять под воздействием температуры и катализатора происходит разложение тяжелых веществ сегодня по дорогам планеты передвигается почти миллиард автомобилей в их баках сгорает до 50 миллионов тонн бензина в этих условиях моторное топливо наряду с ценами на нефть становится одним из маркеров мировой экономики при этом автопроизводители делают новые типы двигателей для которых требуется улучшенный бензин с меньшим количеством серы и других вредных веществ так появляются новые топливные стандарты ведущие нефтяные компании страны одна из которых Роснефть ведут глобальную модернизацию собственных нефтеперерабатывающих заводов какой путь проходит нефть от месторождения до автозаправки почему произвести топливо для самолета проще чем для автомобиля по каким рецептам готовят бензин и что такое топливный стандарт Евро-5 бензин бензин стоимость которого сегодня в некоторых странах перевалило за полтора евро за литр из-за которого выстраиваются очереди на автозаправках и происходят забастовки водителей еще сто лет назад был никому не нужен пионерами российской нефтепереработки считаются крепостные костьяне братья Василий Герасим и Макар Дубинины свой завод они сконструировали в 1823 году в Моздоке прямо на середине холма была установлена печь со встроенным в нее железным кубом от которой шла труба со змеевиком вся конструкция очень напоминала многократно увеличенный самогонный аппарат на котором из нефти получали керосин и мазут вторую половину 19 века специалисты называют эпохой керосина лампы на этом топливе освещали целые города а в домах на керосиновых примусах люди готовили себе еду тогда бензин еще оставался побочным продуктом в небольших количествах его использовали как антисептическое средство для обработки рам но основная масса бензина представляла для народа большую угрозу в России в начале 20 века было два главных бедствия первое бензин было некуда девать это приводило к пожарам на промыслах а второе некуда было взять навоз перевозки осуществлялись на лошадях а лошади они вырабатывали вырабатывали навоз а ведь появился автомобиль все решилось позиции нефтепереработки в конце 19 века пошатнуло изобретение Томаса Эдисона когда Эдисон разработал электрическую лампочку то думали что будет закат нефтяного века потому что электрическая лампочка очень быстро вытеснила керосин из городов и чтобы промышленное значение нефти осталось всего лишь надо было чтобы было три выдающихся изобретения вот три выдающихся изобретения они спасли нефть для промышленного пользования первое это изобретение двигателя внутреннего сгорания второе это изобретение дизельного двигателя и третье это форсунка Шухова изобретение инженера Владимира Шухова дало возможность использовать мазут как печное топливо а другие открытия технической революции буквально за одно десятилетие вывели нефтепереработку на новый этап развития сегодня в России работают нефтепереработки заводов одного только бензина они производят около 40 миллионов тонн в год а суммарно все предприятия страны ежегодно перерабатывают больше 250 миллионов тонн нефти на заводы нефть поступает с месторождений в основном углеводороды сегодня добывают в шести регионах страны на северном кавказе в поволжье в республике коми в западной и восточной сибири а также на острове сахалин в зависимости от территории и месторождений нефть отличается по своим качествам условно ее делят на тяжелую и легкую легкая нефть жидкая по консистенции она хорошо течет обладает невысокой плотностью тяжелая нефть очень густая похожа на смолу перерабатывать ее тяжелее и дороже чем легкую у нас есть сырье любого качества и мы его должны на нефтеперерабатывающем заводе превратить в ценные продукты соответствующие современным требованиям по экологическим эксплуатационным характеристикам это очень сложная задача русский север республика коми здесь с 1973 года разрабатываются месторождения тяжелой нефти поднимаемые из недр земли черное золото в трубу отправляют не сразу сначала нефть нужно очистить от содержащихся в ней газа воды солей затем в лаборатории проверить по регламенту и выписать паспорт качества только после этого нефть можно отправлять в магистральный нефтепровод где она смешается в своеобразный коктейль с углеводородами других месторождений один из крупных потребителей такой нефтяной смеси рязанский нефтеперерабатывающий завод одно из крупнейших предприятий компании Роснефть в центральном регионе России когда мы развивали и строили завод уже было понимание что нефть будет и утяжеляться и будет все больше и больше содержать серностных соединений мы заранее готовились к тому что легких светлых нефтей у нас не будет и процессы переработки подбирали таким образом чтобы можно было перерабатывать с содержанием серы до 1,8 плотностью 875 килограмм 870 килограмм на тонну большую часть территории завода занимают установки первичной переработки нефти на Рязанском НПЗ их 5 и они выполняют чуть ли не главную функцию ведь без первичной переработки нефть невозможно превратить в топливо как известно нефть является сложной смесью углеводородов и вот соответственно установка первичной переработки нефти мы эту сложную смесь углеводородов разделяем на отдельные фракции являющиеся основой или сырьем для вторичных процессов переработки процесс который происходит внутри огромных установок можно показать в лаборатории на оборудовании меньших размеров в колбу заливают нефть плотно закрывают ее крышкой а снизу подогревают углеводороды начинают испаряться конденсироваться в трубке и в виде капель выпадать в мензурку прозрачный конденсат это прямогонный бензин или нафта температура повышается и на отметке 140 градусов из нефти выделяется керосин а еще через несколько минут идет дизельная фракция она желтого цвета когда температура переваливает за 500 градусов выделяется вакуумный газоиль темная довольно плотная жидкость в результате из одной нефти получается 5 продуктов бензин керосин дизель вакуумный газоиль и гудрон в среднем в нефти содержится порядка до 50% светлых углеводородов или светлых нефтепродуктов и наша основная задача максимальное количество этих светлых углеводородов из этой нефти отобрать на текущий момент современные технологии нам позволяют это сделать до 100% на гигантских заводских установках получают те же самые 5 наименований продукции что и в лаборатории правда пока это еще полуфабрикаты их нельзя использовать как топливо впереди их ждет улучшение и доработка на установках вторичных процессов к сожалению вот существующие технологии они пока не смогли продвинуться до такой степени чтобы можно было условно с одной стороны взять нефть на технологическую установку а с другой стороны получить уже готовый товарный продукт бензин и дизельное топливо самолетное топливо поэтому процесс переработки он как бы сложен из множества различных процессов которые разрознены и территориально и отличаются технологически самая короткая цепочка технологического процесса у дизельного топлива и керосина и хотя одним заправляют тяжелую земную технику а другим воздушную методы обработки обоих топлив одинаковые но в стратегическом плане керосин продукт более важный один из заводов который своим авиационным топливом обеспечивает аэропорты в разных точках страны находится в Красноярском крае в городе Ачинске завод перерабатывает легкую сибирскую нефть чтобы приготовить авиационное топливо керосиновую фракцию которую получают после первичной перегонки нужно очистить от серы азота и кислорода для этого используют процесс гидроочистки называется он от латинского гидро то есть водород при высоких температурах от углеводородов отщепляется сера а ее место занимает водород установка гидроочистки работает автоматически но за всеми процессами через компьютеры круглосуточно следят операторы нефть по своему составу очень сложна поэтому при изменении качества сырья происходит изменение в технологическом режиме и тут уже оператору приходится включаться вносить корректировки смотреть принимать решения за три часа на установке очищают партию керосина это больше сотни тонн после этого топливо уже считается товарным уникальное расположение Ачинска в географическом центре России позволяет заводу отправлять свою продукцию практически в любую точку страны больше 12 тысяч авиарейсов ежегодно проходит через аэропорт Внуково а по пассажиропотоку этот воздушный терминал занимает четвертое место в России за 12 месяцев отсюда улетают и прилетают больше 700 тысяч пассажиров ежедневно Внуково потребляет 2000 тонн керосина столько необходимо для заправки около полусотни самолетов несмотря на то что каждая партия топлива уже имеет паспорт качества от завода аэропорт вновь проверяет керосин в собственной лаборатории ведь от топлива зависит безопасность пассажиров керосин исследуют на наличии воды и механических примесей проверяют при высоких и низких температурах один из главных параметров для этого топлива начало кристаллизации то есть температура замерзания ведь на высоте 10 тысяч метров температура воздуха достигает минус 50 градусов по Цельсию и если топливо начнет застывать аварии не избежать дополнительно для снижения вероятности обмерзания вертолетных самолетных фильтров топлива добавляется противоводокристаллизационная присадка на сегодняшний день у нас идет топливо температура начала кристаллизации минус 63 минус 60 градусов заправляют самолеты вот такие топливозаправщики обычно обычно одной автоцистерны хватает чтобы заправить 2-3 среднемагистральных самолета вроде Boeing 737 или Airbus 320 они летают на средние расстояния например от Москвы до Новосибирска но бывают задачи и более сложные заправка настоящего гиганта Boeing 747 готовится к трансатлантическому полету в США на борту слоненка как ласково называют самолет авиаторы может разместиться до 500 человек ему предстоит пролететь 7500 километров за 10 часов без дозаправки на более легкие за счет высоких температур происходит излом длинной цепочки вакуумного газоэля С25 в короткие цепочки бензина С5 но прежде чем компоненты которые получились после вторичных процессов станут бензином им предстоит пройти еще один этап очистки необходимо это чтобы уменьшить количество серы в будущем топливе этого требуют экологические стандарты евро поэтому сегодня практически все вторичные процессы на НПЗ предваряет гидроочистка она позволяет избавить топливо от вредных примесей ведь стандарты евро это в первую очередь защита экологии а не улучшение показателей мощности или октанового числа под евростандартами понимается степень воздействия того или иного топлива на окружающую среду в первую очередь это выбросы серы вот в стандартах топлива евро 4 содержание серы оно снижено по сравнению с евро 3 со 150 до 50 пропромилей в евро 5 этот показатель уже 10 пропромилей еще в 5 раз более жесткий сера она как таковая никуда не исчезает из двигателя она преобразуется в разные другие сернистые соединения и в итоге откладывается на воздухе на почве растительности для приготовления бензина специалист использует целый ряд компонентов при этом конечный продукт должен отвечать всем требованиям регламента с помощью компьютерной программы технолог подбирает количество каждого компонента ну вот например евро 98 класс 5 мы уже меньше чем давайте считать бензин головка обязательно реформинг обязательно алкиллад обязательно высокооктановый компонент МТБ обязательно и Толуол обязательно это минимум 5 компонентов плюс еще присадки добавки но 95 тоже такое же количество компонентов 92 можно поменьше после приготовления бензина его отправляют в лабораторию для проверки качества первое и одно из главных испытаний проверка октанового числа для этого используют двигатель внутреннего сгорания к которому подключены различные датчики принцип исследования сравнить испытуемый образец с двумя эталонами октановое число которых уже известно при этом один эталон будет с большим октановым числом а второй с меньшим чем у проверяемого бензина по очереди каждый вид топлива заливают в установку заводят двигатель и по датчикам снимают показания работы мотора если уровень октанового числа находится в пределах 95.0 то в общем принимается два эталонных топлива с октановым числом 94.96 то есть это два эталонных топлива один из которых будет детонировать сильнее образца другой из которых будет детонировать условия образца весь процесс занимает около часа но на сегодняшний день он считается самым точным проверить октановое число можно и на других более компактных и быстрых приборах но в случае возникновения спора или претензий к топливу именно моторная установка выступает в качестве арбитражного метода исследования после моторных испытаний топливо тестируют в лаборатории проверяют бензин по 18 пунктам если будет хоть одно отклонение от нормы партию топлива отправят на доработку хотя брак явление крайне редкое на заводе после сложной проверки топливо отправляют к потребителям например в Москву ежедневно уходит 10 тысяч тонн продукции НПЗ это 150 железнодорожных цистерн в цистернах одной АЗС хранится около 140 тонн различного топлива при обычном потоке клиентов этого хватает на 3 дня привезенный с завода бензин перед тем как сольют в резервуары еще раз проверят для того чтобы определить соответствует ли нефтепродукт документации проводят на наличии воды и механических примесей проверяют при высоких и низких температурах один из главных параметров для этого топлива начало кристаллизации то есть температура замерзания ведь на высоте 10 тысяч метров температура воздуха достигает минус 50 градусов по Цельсию если топливо начнет застывать аварии не избежать дополнительно для снижения вероятности обмерзания вертолетных самолетных фильтров топлива добавляется противоводокристаллизационная присадка на сегодняшний день у нас идет топливо температура начала кристаллизации минус 63 минус 60 градусов заправляют самолеты вот такие топливозаправщики обычно одной автоцистерны хватает чтобы заправить 2-3 среднемагистральных самолета вроде боинг 737 или эрбас 320 они летают на средние расстояния например от москвы до новосибирска но бывают задачи и более сложные заправка настоящего гиганта боинг 747 готовится к трансатлантическому полету в США на борту слоненка как ласково называют самолет авиаторы может разместиться до 500 человек ему предстоит пролететь 7500 километров за 10 часов без дозаправки в зависимости от модификации направления куда отправляться будет воздушное судно по времени может это занимать от 40 минут до полутора часов и топливо может брать от 80 тонн до практически 180 тонн это сегодня у авиации есть свой собственный вид топлива а чуть больше полувека назад самолеты летали на обычном бензине точно таком же каким заправляли автомобили в начале 30 20 30 годы первый самолет это использовали двигатели отта которые заправлялись бензином ну количество потребляемого бензина в самолетах было достаточно большим потому что самолеты были поршневые имели поршневые двигатели но по мере развития получилось так что поршневые машины начали вытесняться турбореактивными и турбореактивными естественно количество бензина используемого в авиации уменьшалось но при этом существенно рос автомобильный парк который потреблял бензин в результате развитие автомобилестроения привело к повышению требований к качеству бензина простое прямогонное топливо уже не годилось бензин необходимо было улучшать и дорабатывать после первичной переработки нефти на заводе приступают к процессам вторичным из пяти фракций полученных после перегонки нефти две нафто и вакуумный газой станут компонентами товарного бензина главная задача повысить октановое число топлива которое после первичной переработки не выше 65 современные машины при этом требуют минимум 92 октановое число определяет детонационную стойкость топлива бензин попадает в двигатель сгорает и за счет этого двигает поршень если октановое число высокое то бензин в камере двигателя загорается в нужный момент и толкает поршень с нужной силой это высокая детонационная стойкость и для машины это хорошо но если октановое число низкое то бензин может детонировать то есть загораться раньше времени и толкать поршень слабее чем нужно при этом будет сбиваться весь такт работы двигателя это низкая детонационная стойкость более просто этап развития сегодня в России работают заводов одного только бензина они производят около 40 миллионов тонн в год а суммарно все предприятия страны ежегодно перерабатывают больше 250 миллионов тонн нефти на заводы нефть поступает с месторождений в основном углеводороды сегодня добывают в шести регионах страны на северном кавказе в поволжье в республике коми в западной и восточной сибири а также на острове сахалин в зависимости от территории и месторождений нефть отличается по своим качествам условно ее делят на тяжелую и легкую легкая нефть жидкая по консистенции она хорошо течет обладает невысокой плотностью тяжелая нефть очень густая похожа на смолу перерабатывать ее тяжелее и дороже чем легкую у нас есть сырье любого качества и мы его должны на нефтеперерабатывающем заводе превратить в ценные продукты соответствующие современным требованиям по экологическим эксплуатационным характеристикам и это очень сложная задача русский север республика коми здесь с 1973 года разрабатываются месторождения тяжелой нефти поднимаемые из недр земли черное золото в трубу отправляют не сразу сначала нефть нужно очистить от содержащихся в ней газа воды солей затем в лаборатории проверить по регламенту и выписать паспорт качества только после этого нефть можно отправлять в магистральный нефтепровод где она смешается в своеобразной коктейль с углеводородами других месторождений один из крупных потребителей такой нефтяной смеси Рязанский нефтеперерабатывающий завод одно из крупнейших предприятий компании Роснефть в центральном регионе России когда мы развивали строили завод уже было понимание что нефть будет и утяжеляться и будет все больше и больше содержать серностных соединений мы заранее готовились к тому что легких светлых нефтей у нас не будет и процессы переработки подбирали таким образом чтобы можно было перерабатывать с содержанием серы до 1,8 плотностью 875 килограмм на тонну большую часть территории завода занимают установки первичной переработки нефти на Рязанском НПЗ их 5 и они выполняют чуть ли не главную функцию ведь без первичной переработки нефть невозможно превратить в топливо как известно нефть является сложной смесью углеводородов и вот соответственно установка первичной переработки нефти мы эту сложную смесь углеводородов разделяем на отдельные фракции являющиеся основой или сырьем для вторичных процессов переработки процесс который происходит внутри огромных установок можно показать в лаборатории на оборудовании меньших размеров в колбу заливают нефть плотно закрывают ее крышкой а снизу подогревают углеводороды начинают испаряться конденсироваться в трубке и в виде капель выпадать в мензурку прозрачный конденсат это примагонный бензин или нафта температура повышается и на отметке 140 градусов из нефти выделяется керосин а еще через несколько минут идет дизельная фракция она желтого цвета когда температура переваливает за 500 градусов выделяется вакуумный газ сегодня по дорогам планеты передвигается почти миллиард автомобилей в их баках сгорает до 50 миллионов тонн бензина в этих условиях моторное топливо наряду с ценами на нефть становится одним из маркеров мировой экономики при этом автопроизводители делают новые типы двигателей для которых требуется улучшенный бензин с меньшим количеством серы и других вредных веществ так появляются новые топливные стандарты ведущие нефтяные компании страны одна из которых Роснефть ведут глобальную модернизацию собственных нефтеперерабатывающих заводов Какой путь проходит нефть от месторождения до автозаправки Почему произвести топливо для самолета проще чем для автомобиля По каким рецептам готовят бензин И что такое топливный стандарт Евро-5 Бензин стоимость которого сегодня в некоторых странах перевалила за полтора евро за литр из-за которого выстраиваются очереди на автозаправках и происходят забастовки водителей еще сто лет назад был никому не нужен Пионерами российской нефтепереработки считаются крепостные костьяне братья Василий Герасим и Макар Дубинины Свой завод они сконструировали в 1823 году в Моздоке Прямо на середине холма была установлена печь со встроенным в нее железным кубом от которой шла труба со змеевиком Вся конструкция очень напоминала многократно увеличенной самогонной аппарат на котором из нефти получали керосин и мазут вторую половину 19 века специалисты называют эпохой керосина лампы на этом топливе освещали целые города а в домах на керосиновых примусах люди готовили себе еду тогда бензин еще оставался побочным продуктом в небольших количествах его использовали как антисептическое средство для обработки ран но основная масса бензина представляла для народа большую угрозу в России в начале 20 века было два главных бедствия первое бензин было некуда девать это приводило к пожарам на промыслах а второе некуда было взять навоз перевозки осуществлялись на лошадях а лошади они вырабатывали навоз а ведь появился автомобиль все решилось позиции нефтепереработки в конце 19 века пошатнуло изобретение Томаса Эдисона когда Эдисон разработал электрическую лампочку то думали что будет закат нефтяного века потому что электрическая лампочка очень быстро вытеснила керосин из городов и чтобы промышленное значение нефти осталось всего лишь надо было чтобы было 3 выдающихся изобретения вот 3 выдающихся изобретения они спасли нефть для промышленного пользования первое это изобретение двигателя внутреннего сгорания второе это изобретение дизельного двигателя и третье это форсунка Шухова Изобретение инженера Владимира Шухова дало возможность использовать мазут как печное топливо А другие открытия технической революции буквально за одно десятилетие вывели нефтепереработку на новый Процесс можно представить в виде ударов двух боксеров Легковеса и тяжеловеса Тяжеловес может свалить соперника с ног одним сокрушительным ударом Легковесу для такого же результата придется бить несколько раз При этом Если мы говорим о двигателе, то детонация проявляется прежде всего тем, что мы получаем меньше работы То есть меньше мощности, а мощность это работа в единицу времени С другой стороны ухудшается экономичность, то есть топливо тратится не так как положено Ну а третья сторона, если долго двигатель будет работать в дистанционном режиме То тем самым мы получим более высокую температуру деталей, формирующих камеру сгорания Высокая температура, больше теплоты уйдет в стенки И тем самым детали могут разрушиться Повысить октановое число топлива помогает процесс реформинга Реформинг от английского reform дословно менять форму В этой установке молекулы нафты из вытянутых вертикально превращаются в закругленные В результате октановое число бензина вырастает на порядок Процесс протекает при высоких температурах от 490 до 510 градусов И давление до 25 килограмм Получаемый реформат является очень качественным компонентом для приготовления автобензинов Имеет октановое число 97-98 пунктов по исследовательскому метру Еще один важный для нефтепереработки процесс – католический крекинг Именно благодаря ему из тяжелой нефтяной фракции вакуумного газоиля Можно получить компонент для приготовления автомобильного топлива Суть процесса вновь отражается в названии Английский глагол «to crack» означает «ломать или расщеплять» Под воздействием температуры и катализатора происходит разложение тяжелых веществ на более легкие За счет высоких температур происходит излом длинной цепочки вакуумного газоиля С25 В короткие цепочки бензина С5 Но прежде чем компоненты, которые получились после вторичных процессов, станут бензином Им предстоит пройти еще один этап очистки Необходимо это, чтобы уменьшить количество серы в будущем топливе Этого требуют экологические стандарты евро Поэтому сегодня практически все вторичные процессы на МПЗ предваряет гидроочистка Она позволяет избавить топливо от вредных примесей Ведь стандарты евро – это в первую очередь защита экологии А не улучшение показателей мощности или октанового числа Под евростандартами понимается степень воздействия того или иного топлива на окружающую среду В первую очередь это выбросы серы Вот в стандартах топлива евро-4 содержание серы снижено по сравнению с евро-3 со 150 до 50 пропромилей В евро-5 этот показатель уже 10 пропромилей, еще в 5 раз более жесткий Сера, она как таковая никуда не исчезает из двигателя Она преобразуется в разные другие серы сниженые соединения И в итоге откладывается на воздухе, на почве, в растительности Для приготовления бензина специалист использует целый ряд компонентов При этом конечный продукт должен отвечать всем требованиям регламента С помощью компьютерной программы технолог подбирает количество каждого компонента Ну вот, например, евро-98, класс 5, мы уже меньше, чем, давайте считать Бензин-головка обязательно, реформинг обязательно, алкиллад обязательно Высокооктановый компонент МТБ Газоиль – темная, довольно плотная жидкость В результате из одной нефти получается 5 продуктов Бензин, керосин, дизель, вакуумный газоиль и гудрон В среднем в нефти содержится порядка до 50% светлых углеводородов Или светлых нефтепродуктов И наша основная задача – максимальное количество этих светлых углеводородов Из этой нефти отобрать На текущий момент современные технологии нам позволяют это сделать до 100% На гигантских заводских установках получают те же самые 5 наименований продукции, что и в лаборатории Правда, пока это еще полуфабрикаты Их нельзя использовать как топливо Впереди их ждет улучшение и доработка на установках вторичных процессов К сожалению, существующие технологии пока не смогли продвинуться до такой степени Чтобы можно было условно взять нефть на технологическую установку А с другой стороны получить уже готовый товарный продукт Бензин, дизельное топливо, самолетное топливо Поэтому процесс переработки, он как бы сложен из множества различных процессов Которые разрознены и территориально, и отличаются технологически Самая короткая цепочка технологического процесса у дизельного топлива и керосина И хотя одним заправляют тяжелую земную технику, а другим воздушную Методы обработки обоих топлив одинаковые Но в стратегическом плане керосин – продукт более важный Один из заводов, который своим авиационным топливом обеспечивает аэропорты в разных точках страны Находится в Красноярском крае, в городе Ачинске Завод перерабатывает легкую сибирскую нефть Чтобы приготовить авиационное топливо, керосиновую фракцию, которую получают после первичной перегонки Нужно очистить от серы, азота и кислорода Для этого используют процесс гидроочистки Называется он от латинского «гидро», то есть водород При высоких температурах от углеводородов отщепляется сера, а ее место занимает водород Установка гидроочистки работает автоматически Но за всеми процессами через компьютеры круглосуточно следят операторы Нефть по своему составу очень сложна Поэтому при изменении качества сырья происходит изменение в технологическом режиме И тут уже оператору приходится включаться, вносить корректировки, смотреть, принимать решения За три часа на установке очищают партию керосина Это больше сотни тонн После этого топливо уже считается товарным Уникальное расположение Ачинска в географическом центре России Позволяет заводу отправлять свою продукцию практически в любую точку страны Больше 12 тысяч авиарейсов ежегодно проходит через аэропорт Внуково А по пассажиропотоку этот воздушный терминал занимает четвертое место в России За 12 месяцев отсюда улетают и прилетают больше 700 тысяч пассажиров Ежедневно Внуково потребляет 2000 тонн керосина Столько необходимо для заправки около полусотни самолетов Несмотря на то, что каждая партия топлива уже имеет паспорт качества от завода Аэропорт вновь проверяет керосин в собственной лаборатории Ведь от топлива зависит безопасность пассажиров Керосин исследует...